Рыба с капустой Здравствуйте, друзья! Я приветствую вас на своем канале. Сейчас мы будем запекать карпа с капустой. Нам для этого понадобится карп, капуста, лук, морковь, сметана, перец черный, соль и растительное масло. Готовится все просто, рыба получается очень вкусная. В первую очередь рыбу нужно почистить, выпотрошить и удалить жабры. Теперь берем острым ножом и по спине делаем надрезы. Также с другой стороны. Теперь берем хорошо, солим со всех сторон и внутри. Чтобы соль попала в эти разрезы. И перчим. И пока карп отставляем в сторону, займемся капустой. В первую очередь нужно пожарить лук. Наливаем растительное масло в сковородку. И мелко шинкурить. Лука к рыбе можно не жалеть. Потому что жареный лук с рыбой очень хорошо сочетается. Он придает сладость. Но его нужно хорошо пожарить, чтобы он был золотистого цвета, а не просто пареный. Теперь лук ставим на огонь и жарим до золотистого цвета. Пока лук жарится, режем капусту. Морковку трем на крупной терке. Лук не забываем мешать, чтобы он равномерно поджарился. Нам его нужно довести до золотистого цвета, чтобы он стал сладкий. Лук поджарился. Отправляем сюда капусту с морковкой. Капуста еще осядет. Аккуратно перемешиваем. И можно сделать огонь потише. Сейчас она немного осядет. Я сюда добавлю остальную капусту. Вот она уже стала пускать сок. Сейчас ее можно посолить. Она еще быстрее начнет сок пускать. Можно и поперчить сразу. И жарим капусту почти до готовности. Капусту регулярно перемешиваем. Капуста жарилась минут 10. Она хорошо осела уже. Почти перестала хрустеть. По желанию добавляем сюда помидоры. Я их уже мелко порезал. Но можно и не добавлять. Это все по желанию. Но помидоры придадут кислинку. И вид будет красивее. Жарим еще минут 10 с помидорами. Солим по вкусу и перчим. И по желанию можно сюда добавить ложку сметаны. Перемешиваем и еще немного тушим. На сильном огне капусту тушить не надо, чтобы она не подгорала. Капуста тушилась еще минут 5. Выключаем. Теперь мы берем блюдо для запекания. Или металлический лоток для запекания. И отправляем сюда капусту. И если у вас в рыбе была икра или молоки. Вот у меня здесь молоки. Я их уже мелко порезал. Их нужно немного поперчить. Посолить. Добавить сюда капусты. Хорошо перемешать. И мы сейчас этой же смесью нафаршируем карп. А капусту аккуратно разравниваем по всему лоту. Берем карпа и отправляем сюда капусту с молоками или икрой. Перекладываем его в лоток на капусту. Сверху его натираем сметаной. Он уже просолился. Остатки сметаны внутрь. По желанию сверху кладем несколько колечек лимона. Чтобы он придал хороший аромат. Вот так все получилось. И я уже нагрел духовку до 180 градусов. Отправляем нашу рыбу туда. Примерно минут на 45. Рыба запекалась примерно 50 минут. Она готова. Выключаем. Вот такая красота получилась. Запах прекрасный. Рыба нежная. Все будет очень вкусно.